Администрация Байдена неделями уверяла нас в том, что США удалось уничтожить в Кабуле группу террористов из некой ИГ в Харасане, чтобы это не значило. И что после их уничтожения произошло несколько вторичных взрывов, доказывая, что убитые были смертниками. Но все это было ложью. Журналисты The New York Times приперли чиновников к стенке, и им пришлось признать, что в результате авиаудара погибли несколько ни в чем не повинных людей, в том числе и детей. Но интересно не это, ведь ошибки случались всегда. Интересно, что за это впоследствии в Пентагоне так никого и не наказали. Дабы обсудить эту ситуацию, мы пригласили Тулси Габбард, бывшую представительницу штата Гавайи в Палате представителей, которая, как военнослужащий Гавайской армии и Национальной гвардии, служила в Ираке и продолжает нести службу на благо страны. Госпожа Конгресс-фуман, большое вам спасибо за то, что к нам пришли. Выходит, можно солгать по поводу жертв военной операции, и если тебя поймают на лжи, тебе ничего не будет? Это что за система такая? В таких случаях ответственность имеет ключевое значение. Я хотела бы подчеркнуть, что гибель гражданских лиц в ходе военных действий — это всегда ужасная трагедия. Война — это вообще ужасное явление. И, как мне кажется, американским гражданам важно понимать, что исламисты продолжают с нами воевать. А идеология этих исламистов — и это не то же самое, что ислам. Это отдельная политическая идеология, вдохновившая исполнителей террористических актов против нашей страны, совершенных 11 сентября. Это самая страшная угроза, которая сейчас стоит и перед нашей страной, и перед всем миром. На ней стоят власти так называемых исламских стран, включая Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Пакистан. И именно из-за нее в этих странах происходит дискриминация христиан, индуистов, буддистов, атеистов и других. Поэтому, пока эти исламисты ведут против нас войну, нам нужно прикладывать усилия к тому, чтобы взять над ними веру, как в военном, так и в идеологическом плане. А в военном плане у нас здесь есть два варианта. Вариант первый — продолжать торгаться в разные страны по всему миру, оккупируя их и отстраивая их заново, как мы и поступили с Афганистаном, заплатив большую цену. Вариант второй — применить точечный подход и с применением авиаударов и наших ВВС в целом вести охоту на террористические ячейки. И реальное положение вещей таково, что цена, которую придется заплатить и народу США, и нашим войскам, и мирному населению этих стран, окажется гораздо меньше, если мы изберем этот точечный подход. Мы не станем повторять ровно те же ошибки, которые уже совершили в Афганистане и других регионах мира, вторгая страны, оккупируя их и отстраивая заново. Но чтобы это делать, да и вообще, чтобы успешно притворять в жизнь любую военную стратегию, нужно, чтобы во главе всего стояли компетентные люди. Но о компетентности не бывает без честности и ответственности. А как раз этого всего я здесь и не наблюдаю. Ведь нельзя же врать гражданам, на которых ты и работаешь, разве не так? Американский народ заслуживает честности. Он заслуживает лидеров, которые управляют страной с честью, а не таких, которые уклоняются от своих обязанностей перед американскими гражданами или ищут среди младших чинов козлов отпущения, на которых можно будет свалить всю вину. Американский народ заслуживает эффективных лидеров, которые будут заботиться о его насущных интересах и интересах нашей страны в целом. А когда в последний раз у нас было, чтобы за ошибку наказали генерала вооруженных сил или, скажем, командира уровня Пентагона? Или наказывают у нас всегда только капралов, лейтенантов и капитанов? Это очень хороший вопрос, Тахер. И я, как человек, который совсем недавно принимал участие в военных действиях и только что вернулся из командировки в Африку, могу вам сказать, что военнослужащие в целом всегда реагируют с большой досадой, когда младший состав наказывают за решения, принятые значительно выше их уровня. Это просто гнусность. Подобный стиль управления, причем чем угодно, не только армией, в принципе гнусность. Да, это никакое не лидерство. Да, это не лидерство, это трусость. Вообще. С нами снова была Толси Габбард. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.